В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Путь к успеху, как будет проходить прием абитуриентов в Сарпутыне, Ялмюфе в этом году. Для самых умных и эрудированных в Куанториуме стартуют каникулярные профориентационные школы. В Пушкинке прошла творческая встреча с писательницей Еленой Ленковской. Далее расскажем подробно. В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализ нормативных правовых актов. Сейчас главная функция госуслуги авто – возможно загрузить СТС и предъявить его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. Этот функционал был разработан в рамках плана запуска сервиса по предъявлению электронного СТС, реализуемого Минцифры совместно с МВД. 11 класс в регионе закончили около 12 тысяч человек. После 9-го решили уйти больше 30 тысяч учеников. В Сарове последний звонок отметили 723 девятиклассника и 504 учащихся 11-х классов. Теперь выпускникам предстоит сделать выбор, куда пойти учиться дальше. С 15 июня стартует приемная кампания с РФТИ Нияумифи. Подробности далее. Новые правила приема абитуриентов в ВУЗы, введенные Миноборнаукой в прошлом году, сохранятся и в этой приемной кампании. Так, с 21-го года ВУЗам предоставили право определять, на сколько направлений можно подать документы. В СРФТИ абитуриент может подать заявление на 6 специальностей. А так у нас основной стандартный перечень – это инженерное направление, прикладная математика-информатика, прикладная математика и физика, электроника-наноэлектроника, блок IT-направлений, информатика-вычислительная техника, информационная система технологии, есть специалитет электроника и автоматика физических установок. Зачисление проходит в два этапа. На первом абитуриентов примут в рамках квоты, остальных зачислят в августе одним потоком. Еще одно изменение, которое ждет поступающих в конкурсных списках, не будет имен и фамилий, только номера СНИЛС. В этом году СРФТИ предлагает абитуриентам 122 бюджетных места, 102 для бакалавров и 20 для специалистов. Из года в год физико-технический институт пользуется популярностью как у саровчан, так и у иногородних студентов, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии СРФТИ Ирина Суворова. Каждый год мы принимаем 50 на 50. 50 иногородних, 50 саровчан. Саровчане иногда обижаются, говорят, что чужих привозите, а нас не берете. Во-первых, у нас рейтинговая система в соотношении с ЕГЭ. Во-вторых, информация о нашем ВУЗе дальше Нижегородской области, вроде бы и Мордовии как не уходит. Но в этом году у нас приехали из Камчатки, у нас есть ребята из Кабардино-Балкарии, есть и из Коми. Прием документов для поступления в бакалавриат и специалитет СРФТИ в этом году стартует 15 июня и продлится до 25 июля. Более подробную информацию о необходимых документах можно найти на сайте института, а также в группах в социальных сетях. С приходом тепла в лесах региона уже произошло 4 пожара. Причины каждого неосторожное обращение человека с огнем, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Ежегодно с целью предотвращения подобных фактов и снижения последствий от пожаров, в лесах на территории региона устанавливают особый противопожарный режим. Огнеборцы призывают граждан ответственно относиться к соблюдению установленных правил пожарной безопасности. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июня проиндексируют социальные выплаты. На эти цели с федерального бюджета выделят более 500 миллиардов рублей. Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОД превысит 15 тысяч, что позволит увеличить зарплаты более 4 миллионам работников. Повысится прожиточный минимум, а вместе с ним возрастут ежемесячные пособия на ребенка до 3 лет и на детей от 3 до 17 лет из семей с невысокими доходами. Почти 86 миллионов рублей из бюджета региона выделят на поддержку кинотеатров. Субсидии будут рассчитывать, исходя из минимальной оплаты труда и фактических коммунальных расходов. Первые выплаты запланированы в конце июня по итогам отбора. Далее ежемесячно. 12 июня в 13.00 на стадионе ИКАР пройдет атомный воркаут. В программе турнира силовые соревнования по воркауту, призовые конкурсы для зрителей, мастер-класс и шоу-программа от Федерации воркаута России. Соревнования пройдут в дисциплине силовое двоеборье, подтягивания и отжимания на брусьях. Принять участие в турнире атомный воркаут может любой желающий старше 16 лет. Лица малого 16 допускаются к участию, но без возможности выхода в финал. В России возродят оптово-розничные рынки. Новую инициативу подготовил Минпромторг и уже разослал во все регионы. Основная цель таких рынков – обеспечить продовольственную безопасность России. Будут ли рынки пользоваться спросом в Сарове, мы узнали у горожан. Минпромторг выдвинул инициативу по возрождению рынков. Продавать там свою продукцию сможет любой желающий – и фермеры, и садоводы, и огородники, и обычные граждане. Сейчас такие рынки почти исчезли под напором торговых сетей и составляют всего 4% торгового оборота страны. Спросим у саровчан, нужны ли сейчас такие рынки и почему? Наверное, как-то больше по магазинам, скорее всего. Просто сейчас хотят возрождать рынки снова. Как считаете, актуально ли это? Будет ли это популярно? Ну, возможно, для кого-то и будет популярно. Кто пользуется часто рынками, возможно, и будет. Нет, не пользуюсь. А почему? Не знаю, все в магазине, я ее через интернет. Кто-то на рынок ходит или на рынок? Да. А что там покупаете? Какую продукцию? Овощи. Сухофрукты покупаю, для дачи оборота покупаю, рыбу покупаю, молочку. Ну, не так часто. Почему именно там, почему не в магазинах? Ну, и в магазинах покупаю. Там я, конечно, бываю очень редко. Если там вот идешь мимо, заезжаешь. Основная цель появления такого формата рынка – обеспечить продовольственную безопасность страны, создать новые рабочие места и стабилизировать цены за счет конкуренции. А чтобы встать за прилавок, не нужно оформлять ИП или юрлицо. Ходим, обязательно. Что там покупаете? Какую продукцию? Продукцию покупаем. Картошку, хлеб, фрукты, овощи, мясо, коробки. А почему именно на рынке? Потому что там продукция более-менее такая свежая, вкусная. Цены сейчас, пожалуй, везде одинаковые будут. А что лучше, не знаю. И на рынке также обманут. И в магазине также. На мой взгляд. Хочу. А что там покупаете? Сухофрукты покупаю, мясо покупаю. Что еще покупаю? Рыба дорогая. А почему? В чем рынок, не магазины? Ну, потому что сухофрукты, там лучше ассортименты. Мне больше нравится. Если сейчас будут возрождать рынки, будете ли по-прежнему ходить или, может быть, даже расширите ассортимент? Возможно. По ситуации, по ценам. Несмотря на активное распространение торговых сетей и интернет-магазинов, некоторые саровчане все-таки не забыли дорогу на рынок. Но предпочитают там покупать именно продовольственные товары. Другая же половина опрошенных горожан все-таки привыкли закупаться в магазинах. Для самых умных и эрудированных 6 июня при поддержке Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий в Кванториуме стартуют каникулярные профориентационные школы. Всего их будет 6. Школьников на них будут отбирать на основе портфолио. Подробности далее. Какой он специалист будущего? Какие профессии будут нужны через 10, 20, 30 лет? Какими навыками нужно будет обладать, чтобы стать востребованным? И чему можно научиться уже сейчас? Ответы на эти вопросы школьники города смогут найти во время профориентационных смен в детском технопарке Кванториум. Всего их будет 6. Они пройдут при поддержке Всероссийского центра художественного творчества Министерства просвещения Российской Федерации. Наша смена уникальна тем, что у них есть три линии. Проектная, профориентационная и инженерно-техническая. То есть ребята, которые придут к нам, смогут не только прокачать какие-то свои навыки по техническому творчеству, научиться моделировать, программировать, использовать какие-то IT-технологии в своей жизни, но и познакомиться с новейшими профессиями, которые у нас войдут в топ-30 через 30 лет. За неделю, пока будет длиться каждая из шести школ, ребята почувствуют себя настоящими программистами и инженерами. У воспитанников Кванториума будет возможность пообщаться с представителями профессий, востребованных сегодня, посетить различные производства и компании, работающие в сфере IT и проектирования. Каждая смена у нас будет приурочена к определенному партнеру. То есть в какой-то смене у нас будет телефонная компания «Сарова», в другой у нас будет МГУ, филиал «Сарова». В другой у нас будет анимационная студия «Киноатис», тоже резидент технопарка, где мы находимся. Собственно говоря, будет очень интересно. Каждая смена будет направлена на что-то определенное, но в общем это инженерная направленность. На мастер-классах дети будут работать на новейшем оборудовании, которое есть в детском Кванториуме. Также для них организуют творческие мастерские и много спортивных активностей на свежем воздухе. Все профориентационные школы бесплатные. У нас планируется бесплатное питание, горячее. То есть у нас будет утренняя смена с 8 до 12, туда входит бесплатный завтрак и обед. А после обеда смена, то есть с 12.30 до 16.30, туда входит у нас бесплатный обед и полник. Возраст участников от 10 до 16 лет. Родителям нужно подать заявление непосредственно в самом детском технопарке, а также заполнить заявку на сайте «Навигатор 52». Трансфер до технопарка не предусмотрен, детей нужно отвозить самостоятельно. Подробности по телефону – плюс семь девятьсот десять восемьдесят семь пятьдесят два ноль пятьдесят четыре. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В библиотеке имени Пушкина состоялась творческая встреча с писательницей Еленой Ленковской. С гостями она побеседовала о литературе, мастерстве писателя, дала несколько советов начинающим авторам. А также подробно рассказала о своем романе для школьников «Мангубский мальчик». В общероссийский день библиотек Пушкинка сделала подарок своим читателям и всем поклонникам литературы – творческую встречу с писательницей, искусствоведом, руководителем школы литературного мастерства Еленой Ленковской. Мероприятие началось с поздравлений и теплых слов в адрес всех, кто причастен к библиотечному делу. И сегодня библиотека принимает тот формат, который позволяет создать большую поддержку для наших детей, для нашей молодежи, для наших подростков. И вдвойне приятнее, что на базе наших библиотек проводятся такие вот творческие вечера с привлечением и детских писателей. Поэтому еще раз присоединяемся к поздравлениям. Елена Эдуардовна пишет современные остросюжетные книги для подростков, а также исторические произведения для юношества. На встрече екатеринбургская писательница подробно рассказала гостям о романе для школьников «Мангубский мальчик», который отсылает читателя к легендам Крыма и событиям 15-го столетия. Это роман, написанный на основе реальных исторических событий. Вот в основе исторической сюжетной линии легли драматические события истории второй половины 15-го века, когда во время османского, то есть турецкого, нашествия на Крым маленькое православное княжество Феодора было вынуждено защищаться. Кроме своего творчества Елена Ленковская побеседовала со зрителями и о литературе в целом, о мастерстве писателя, дала несколько советов начинающим авторам. Желающие могли задать вопросы писательницы. В библиотеке имени Пушкина совсем скоро можно будет взять еще одно произведение Елены Ленковской, реставратор птичьих гнезд. В программе «Актуальное интервью» мы побеседовали с писательницей, а также заместителем директора издательства детской литературы Галиной Семочкиной. Смотрите выпуск в среду, 1 июня в 19.45. Овчарки, лабрадоры, терьеры, гончие таксы, кавалер спинели, бордер-коли и шпицы. На стадионе «Юниор» в девятый раз прошел кинологический праздник «Собака плюс я». В нем приняли участие более ста владельцев со своими четвероногими друзьями. Подробности далее. На стадионе «Юниор» в девятый раз прошел праздник «Собака плюс я», который собрал хвостатых питомцев и их хозяев. Как рассказали организаторы, представители Центра внешкольной работы, мероприятие стало рекордным по посещаемости. Несмотря на непривычные для конца мая холод, дождь и ветер, в этом году пришли более ста владельцев со своими четвероногими друзьями. В начале праздника прошли парад и выставка собак. Принять участие в них могли и представители пород, и беспородные собаки с документами и без. Экспертизу провел специалист из Нижнего Новгорода. Кроме того, Центр внешкольной работы совместно со спонсорами мероприятия организовал квест «Дай лапу друг» и бесплатные консультации грумера. Также у нас будет в конце экспертизы проводится еще конкурс «Ребенок и собака». И еще будет конкурс костюмов. Это будут две номинации. Костюм, образ – это одежда собачки, в чем она может дождик выйти или когда холодно. Но опять же, щиты своими руками обязательно. И костюм, образ – это принцесса, королева, крокодил, бабочка, цветочек, что-то такое. Главные участники мероприятия – овчарки, лаборадоры, терьеры, гончие, таксы, кавалерспенели, бордерколи и шпицы. Каждое животное на празднике собак при Усхе не осталось без внимания. Зрителям рассказали про нюансы каждой из представленных пород. Мы желали доказать то, что собаки – это тоже члены нашей семьи, то, что их не надо не замечать. Вот сделали такой собачий праздник. Там, где может участвовать не только человек, но и собака. Победители и призеры получили памятные подарки от организаторов. Посмотреть результаты конкурсов можно в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работали Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.